ну что ж дорогие друзья сегодня как раз день который я давно планировал то есть мы начинаем переезд и я это делаю вместе с вами вот стоит ласточка забитая уже по самое не могу ну чем она хороша родная что даже маяфон это их метровые вот они здесь поэтому и сейчас поедем направлении домой там все перед асками вернемся еще раз я планировал два заезда так время половины 10 стартуем ну вот мы с вами приехали домой птички поют солнышко светит самое то день для переезда вот занесу сейчас домой и сделаем второй рейс так подъезд мы занесли это у нас такое подъездик тут коридорчик небольшой на четыре семьи и вот дверь моя а за это двери уже слышу что-то скребет ну выходи выходи ее страх перед дверьми выскакивай вот она сначала посмотрел что же там такого хозяин его медпапа я помню что некоторые вернее очень часто задавался вопрос ребят а что ж ты будешь делать со своей мастерской и поэтому мы сейчас пойдем и посмотрим что я буду с ней делать это наш патроник сейчас темно каземат этот ричард очень-то обожает ходить подвал и начинает радоваться со страшной силой да ричард так вот моя дверца ну давайте посмотрим там правда света нет но я проведу ричард это еще что такое то есть вот так выглядит мой маленький подвальчик высотой так 4 метра вы видите у него такие это казематы бывшие поэтому здесь фоны я вам скажу еще те я их использовал окно такое знаете очень интересно монастырской да здесь полки которые можно наращивать до самого верха вот туда ну и вот тут стеллаж где я поставлю все свои инструменты тут еще один стеллаж которую половину можно выбросить и заполнить все инструментами так что вот так ребята это без проблем ну а теперь давайте пойдем посмотрим чем я собираюсь жертвовать то есть это не искажение камера тут действительно 80 сантиметров кирпичная кладка я хожу как в туннель так давайте с этой стороны зайдем так тут у меня стеночка музыкальный центр там стоит трилляж такой так на стене мостик американский так это моя любимица тоже германия германская гитара очень хорошая так так здесь у нас находится такой для гостей уголок так не знаю видно вам нет обратите внимание что окна два метра семьдесят и здесь два огромных огромных ага ага рикерт так и на этой стене находится коллекция моих автомобилей пятьдесятых шестьдесятых годов американских крейсеры ну это я привез из Америки прямо красавцы и вот конечно надо сделать студию так чтобы это было безболезненно ричард ты же знаешь что тебе нельзя здесь валяться на этом коврике это единственное место где тебе запрещено но пока жены нет он это знает то есть дорогие друзья вот так я уже все продумал как я это буду делать сейчас расставлю и начну заносить уже свои атрибуты так ну я сделал вторую ходку привез компьютеры привез еще пару соотбуксов еще привез автополе не знаю какой сейчас покажу я молодец взял с полки пирожок и запиваю его кефирчиком тоже русским калом так называется в этом нам запрещено вот этот семень семень еще много первого вводя конечно это для того чтобы размеры подсадка теперь давайте глянем что такое аутополе аутополе не что иное как вот такая подсадка так я пока уберу на самом деле короткая покажем поближе так где название о вот название это от манфрота автополе и высота у нее почти 4 метра хотя в этом положении очень удобно перевозить так поставим ко мне ее пока вот так и стоит нажать вот этот рычаг все она зажалась больше нам ничего не надо проверить параллельность вот вроде нормально и ставим вторую теперь закрепим вот эти элементы это крючки на которых все вешается но это тоже от манфрота и тем самым значит у меня не будет никаких загруднений сейчас залезу и на определенной высоте ну допустим вот здесь я ее сейчас закреплю сейчас мы в один конец этого фона трубку подним такую распиражку и она тут закрепится так и на другой конец такой же вот здесь крутишь она распирает ее и тем самым зажимается в трубе в трубе в трубе берем на всякий случай ну и теперь нужно просто попасть в пазы сейчас мы это сделаем в средний и здесь в средний и теперь надо посмотреть как она лягет соответственно после этого накинем эту цепочку это уже не манфрот это пластмассовая китай так вот он тут соединяется но сейчас мне как раз и разъединенный это и нужен для чего потому что на одном конце там звездочка и эту звездочку нам надо накинуть сейчас даже надо его фотографировать сейчас попробую изобразить из себя модель вот я когда-то давно ездил на праздник дикого запада ну вот пожалуйста да так все получилось я молодец могу съесть еще один пирожок что-то на уме мало показался так все три стоят на месте ну вот дорогие друзья мне потребовалось сорок минут чтобы это все поставить чтобы разобрать двадцать то есть освобождить вот эту стенку мне потребуется двадцать минут ну еще двадцать минут буду вытаскивать все в подвал на время приезда гостей так сейчас мы окусим дверейфон оно у меня уже заканчивается так теперь мне подумалось что идеальным вариантом будет если я сейчас где у меня будет стоять камера там я могу снимать отлично так теперь мне надо позаботиться о том мне надо сделать рабочий стол где будут компьютеры и так далее и тому подобное я вот я не знаю Вот. Готово. И я думаю, что вот здесь, в углу, будет самый лучший. Со столом решили. А теперь нам надо в середине что-нибудь. Чтобы мне виднее было, у меня тут такие, знаете, очень интересные светильники. И я думаю, они мне как раз будут помогать. Их можно над столом вешать. Или если они не нужны, то быстро наверху. Вот так. Одним движением руки. И они наверху. Так, отлично. Значит, давайте ставим сюда стол. Смотрим. Как хорошо, что я успел переехать. Смотрите, что на улице творится. На улице дождь, а на улице слякоть. А вот то место за... Не знаю, видно или нет. Вот там, далеко-далеко кажется, что стоит зонтик. Так, этот зонтик мой и столик мой. То есть я надеюсь еще вот и там фотографировать. Потому что стена зеленая напротив. И будет очень интересной фотографией там. Так, для столешницы мы с вами используем ту же самую штуку. Вот тут. Вот сейчас я вот так поставлюсь и закреплю. Я думаю, что это нормальная высота. Но нет, всегда можем поправить. Чем вот эта штука и хороша. Так. Не, будем чуть пониже. Я должен поспешать, пока жена еще на работе. Для жены, для женщины, для любой. Это, конечно, шок. Когда что-то в квартире делается не по ее плану. То есть муж что-то затеял, превратил комнату в бардак. И поэтому я хотел бы те помещения освободить от всех наших этих вещей. Так. Я надеюсь, что скучки мои в переезд перенесли спокойно. Но это они делают не в первый раз. Поэтому что тут подвергаться. Так. Готово. Теперь что. Камеру я пока не ставлю. Мне надо поставить все туда. Свои мониторы, компьютеры. Все это дело поставить и посмотреть, поместится ли. Ну вот и все, дорогие друзья. Камера на месте. Фоны на месте. Три пинька на месте. То есть, в принципе, бери фотографируй. Мне единственное что. Мне сейчас надо будет все подключить. связаться с интернетом. Но это один раз. Ну а теперь должен звучать марш. Так. Прощаемся со старой студией. Ну и так далее. Ну и какую-нибудь такую веселую песенку навстречу новой студии. Песня. 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 Я специально выбрал эту песню. Я хочу, чтобы русские украинцы, как и когда-то в прежние времена, хорошо друг к другое относились. Для меня нет украинцев, нет русских, нет татаров, есть люди и нелюди. Вот так я делю людей. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами все-таки это дело все успели. И сейчас я все подключусь, сделаю наконец полностью студию готовы и попробую что-нибудь сфотографировать. Субтитры сделал DimaTorzok